Друзья, привет! С вами Серега. И у нас, как всегда, очередная интересная тема. В отношениях одна из больных тем, это, конечно же, месячные. Потому что они всегда вызывают у девушек бурю эмоций, бурю или шквал негатива. И парни просто сами на этой теме, на этой почве заводятся. И начинаются скандалы, нервы. Потому что что? Парни банально не знают, когда у девушки начинаются месячные. Девушки испытывают огромнейшую боль, когда проходит месячные. Это менструальный цикл. Идет он в среднем неделю. У кого-то больше, у кого-то меньше. Минструальный цикл идет ежемесячно, в одно и то же самое время. Но бывает и сбои. Мог же даже и на неделю. Поэтому нужно всегда уточнять, когда и что у него начинается. И спрашивать. И так же самое, не долбать девушек, чтобы они нам говорили, дорогая, не забудь мне сказать, что, там, любимый, у меня завтра месячный. Или у меня через пару дней месячный. Будь так любезен. Не обращай на меня, на неадекватную, на какую-то нервную, психовную, раздражительную. Обычно у девушек жор просыпается за пару дней до месячной. И тогда вы будете знать и готовы, что ага, а то у нее месячный. То есть это не к вам лично идет негатив или какие-то претензии, а просто потому, что у нее такое состояние. И больно, и любая мелочь ее вызвает негатив. Ну, это само собой понятно. Когда нам где-то плохо тоже, психологически, там, чувствуем себя никак, то тоже мы можем вести себя неадекватно. И какая-то мелкая искра может просто нас взорвать. Мы можем ярость включать и все крушить на своем пути. Я вам более скажу, что во время месячных можно заниматься сексом. Вы не ослышались, да, можно. И крови немного. Крови кажется много, когда ваши обои с маской соприкасаются с ее кровью. И когда она все размазывается на тебе, на ней, на теле, везде, в том числе и на постели, поэтому нужно стелить, понятное дело, что-то белое, да, или что-то такое, что не жалко. Потому что просто сама по себе пачка, ты, кажется, эффект, что ее много. На самом деле это просто смаз. Во время месячных классно заниматься сексом просто потому, что там все расслаблено. Женщина не способна сжимать мышцы влагалище, поэтому она всегда расслабленная. Конечно, нужно спрашивать, там, любимая, не хочешь заняться сексом? Месячные, в принципе, не мешают. Может, первый день, когда ее сильно выкручивают, скручивают, ей просто, понятное дело, что не до этого. Но если второй, третий день, то никаких, как бы, проблем. Все проблемы это только в парнях, что многие брест. Ну, а фу, там месячные. Если девушка ухоженная, если девушка чисто плотная, то, в принципе, никаких особой запахов, ничего и не будет. После месячных ребята смело удовлетворять о своих половинах, потому что для них это будет очень особенно. Их тело очень не просто возбудимо, оно столько чувствительное, что ее возбудить очень будет просто. И получается, что она получит неимоверное удовольствие, как никогда. Под конец скажу самое приятное. То, что во время месячных девушку можно кончать, и она не забеременна. Есть куча программ для телефонов даже, где можно осмотреть конкретный цикл, который идет. Заканчивается неделя месячных, идет пару дней. Если ко дней, идет неделя до этого эвакуации, когда идеальное время для беременности. То есть, в это время, ну, за беременем просто вот так расплюнуть. А потом опять процесс такой, направленный к разрушению яйцеклетки. Ну, конечно же, кончать можно только в процессе месячных. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Пока.